Второе, что необходимо для того, чтобы наше общение было нормальным, это открытость друг перед другом. Очень важный момент. В ИТЕ 2 глава 25 стих написано и были оба ноги, одна мы жена его, и не стыдились друг другом. Конечно, может быть, действительно там так и было, что они ходили обнаженными. Да, обнаженными, но даже если и так, не об этом здесь идет речь. Тем более, что на языке оригинала вместо слова ноги написано прозрачным. Они были прозрачны друг для друга и не боялись этого. То есть, как окно прозрачное, я насквозь вижу, что дальше. Точно так же 2 человека насквозь видят друг друга. И этого не случилось. То есть, они были полностью открыты друг для друга. Им нечего было скрывать друг от друга. Они были чисты. Ну, как вот перед Пасхой мы открываем окна и смотрим, там грязь какая-то, да? И начинаем отмывать. И вот мы можем как поступить? В своей семье. Если к нам приходят гости, например, да, что мы можем сделать? Мы можем занавесить жалюзи. Жалюзи. Чтобы не видно было грязи. Мы можем закрыть ставнями. И на ставнях написать, знаете, такие красивые слова. Бог есть любовь. Что там еще он на самом деле пишет? Я все могу упрекающими. Я все могу упрекающими меня Иисусе. Ну, в общем, короче, все-все-все расписать красивыми словами. Но свет через них не проходит. Согласна с этим? Ставня красивая, а маска одета. Поэтому лучше уж пусть грязные окна, но через них хоть свет поступает. А мы порой стесняемся вот этой грязи, которая на нас, и одеваем вот те самые маски, о которых мы вчера говорили. Но через маску свет не проходит. Через ставня свет не пройдет. В щелочке. Ну, в щелочке. Да, конечно. А потом мы удивляемся. Что ж такое-то? Я всем тут твержу про Иисуса, а меня никто не слушает. А потому что, может быть, щелочки слишком маленькие. Может быть, слишком себя закрыли вот этими масками и ставнями. Ну, одна из причин, так мы скажем, да? И дальше, смотрите, у вас такая табличка, не табличка, а картиночка нарисована, рисунок один. Пирамида. Пирамида общения, так называемая. Вот там нарисованы пять уровней общения. И когда мы спрашиваем супругов, вы вообще в семье общаетесь друг с другом? Еще пока ни одна семья не сказала нам. Нет, мы с друг другом не разговариваем, никогда не общаемся. Все общаются. Правда, был один раз такой мужчина сказал. Я, говорит, уже две недели с женой не разговариваю. Я, говорю, так сильно поссорились, он говорит, нет, слово негде вставить. Ну да, такой анекдот он процитировал относительно своей семьи. Но, тем не менее, все общаются. Но важно понимать, что общение общению рознь. И вот, смотрите, самый низший уровень общения. Такой самый черный, но самый большой зато. Называется клише. Клише – это, в переводе с французского, заучная, часто повторяемая фраза. Одна и та же. Вот представьте себе, что изо дня в день муж с жена общаются таким образом. Просыпаются. Доброе утро, дорогой. – Приветствую тебя. – Кушать будешь? – Знаю, в холодильнике. – А я тебе конфигу согрею. – Хорошо. – Когда вернешься? – Вечером. – У детей все в порядке? – Да, нормально. Ну да благословит тебя Господь. – С Богом. – Возвращается утром. – Вечером. – Да, вечером. – А добрый вечер, дорогой. – Приветствую. – На работе все нормально? – Да, нормально. – У тебя как? – Да, ну ничего, все хорошо. – У детей все в порядке? – Да. – Легли спать. Господь благословит тебя ночью. – Да, с Богом. – Аминь. – Аминь. – И так каждый день? – Одно и то же. Одни и те же фразы. – Да? – Люди общаются, правда? – Общаются. – Они же разговаривают друг с другом. – Вот, понимаете, но изо дня в день одно и то же. Здесь вообще мы видим переброс словами или тут общаются две личности. Личности вообще не видать, да? – Минтофонная запись. – Это как минтофонная запись. – В принципе, можно запросто заменить. И, в принципе, на этом уровне то же самое вот в церкви. Вот мы приходим в церковь. – Почему платформа большая? Потому что на этом уровне мы можем общаться с кем угодно. На этой платформе месяца максимальное количество людей. – Ну, в церковь, вы понимаете, вы приходите в церковь, в любую причем. Даже если вы людей не знаете, к вам подходят и говорят, ну, как дела, брат? Слава Богу. – Пообщались. – Все нормально. – И все нормально, да? – На этом уровне мы можем общаться с кем угодно на улице. Сколько стоит? Как пройти? Нажмите, пожалуйста, кнопку, там, к такому-то этажу, Это уровень общения клише. – Хорошая погода, не так ли? Осень наступила. Да. Не помню, если я замечала, не понимаете? То есть вот эти вот вещи, вот они, вот они клише по поводу таких-то событий, понимаете? Действительно, это в уровне с кем угодно. Мы не говорим, что это плохой уровень. – Он присутствует. – Он присутствует, он есть, с него, может быть, и начинается общение любое. – И, в общем-то, на улице именно такой уровень общения должно быть с незнакомыми людьми, с него мы начинаем общаться. – Вот. Но если два человека, муж и жена, месяц, год, два, двадцать, двадцать пять, дальше, чем с этой платформы не сходят, не идут дальше, это уже трагедия. Это значит, два человека так и не стали одной плотью. Естественно, они хотят стать одной плотью, да? – Потому что предназначение брака сблизиться, стать одной плотью, и они начинают сближаться, смотрите. – Принимают попытки сближаться. – Поднимаются на второй уровень, который называется «Мы начинаем делиться фактами». Обмен какими-то фактами, о которых мы знаем оба. Ну вот, в воскресенье была проповедь про апостола Павла. – Да, а со следующего воскресенья у нас при церкви начинает работать воскресная школа. – Замечательно. Тоже вроде пообщались, да? Тоже нормально, поговорили. Но скажите, есть ли глубина общения вот в этом уровне? Когда мы говорим, что была проповедь про апостола Павла, что эта колбаса стоит там 100 рублей, что начинает работать воскресная школа. – Что соседи новые приехали в соседний дом, а старые соседи выехали. – Достаточно ли это уровень общения для мужа и для жены? – Ну, это просто факты. Конечно, здесь два человека уже ближе, да? – Нужно знать, кто такой Павел, да? И что за соседи приехали, что они действительно приехали. – Что за школу воскресная, да? То есть, но это опять идет одним фактом. И если два человека, муж и жена, прожив какое-то количество лет, так и общаются только лишь по поводу соседей, проиграл Спартак или выиграл, там где такое землетрясение, что там происходит в церкви, этого недостаточно. Это опять два человека совершенно чужие. Они просто обсуждают… – Платформа поменьше, потому что меньше людей умещается. Ну, нужно знать Павел, кто такой Павел, да? Нужно знать этих соседей, нужно знать про Спартак, но она все равно достаточно большая, потому что много народов. Вся церковь здесь умещается. – В принципе, на фактах, да? – Это уровень информационного общения. – Информационного, да. – Можно так сказать? – Но, в принципе, мы информацию о себе несем, но это уровень информационного общения о других о чем-то. – Да, о себе здесь практически нет. – Вот о себе мы говорим, когда поднимаемся на третий уровень общения. – Вот тут идет плюс о себе. – И тут мы уже высказываем свое мнение о каком-то факте. Я считаю, что вот проповедь была достаточно слабой. Он мог сказать лучше. Он учился там пять лет в этой семинарии. – А я считаю, что ты просто духовно не дорос до той проповеди, которую ты услышал. Вот тебе нужно читать Библию вообще и каять. Я тебе сколько раз говорила, сходи к нашим пасторам и раскаясь со своими духовными зрениями. – Ты вообще ничего не понимаешь? – Чувствую, да? – Теологии. – Вот здесь, на этом уровне, как бы, может быть, сейчас он не показался вам таким странным и пугающим, но именно здесь два человека начинают друг перед другом открываться. – Открываться. – То есть открытость начинается только здесь. Но чем характеризуется этот уровень? Тем, что человек приоткрывается, чтобы сообщить свое мнение и ждет. Если мнения совпали – здорово, замечательно, все классно. – Как на вашем месте, да? – Если мнения не совпали – я закрываюсь. Все. Это мое мнение, а твое мнение. – И опять, как правило, люди скакываются либо на факты, либо на клише. – Понимаете? – Ну, тут уже… – И мнением уже не делятся. Ну, по крайней мере, какое-то время. – Какое-то время, потом опять приближаются друг к другу через факты, опять подходят к мнению, и потом опять… – Приоткрываются и ждут. Как? Примут его мнение или не примут? Дадут сдачу или не дадут? Получишь в лоб или не получишь? Если получил – закрылся, отошел. Все. Все нормально. Я остался при своем мнении, ты при своем. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаю. – Вот, в общем-то, мы тогда проводим семинары в «Бизнес к руках», мы всегда говорим о том, что вот на этот уровень обязательно нужно подойти, если вы хотите, чтобы у вас была преуспевающая компания, преуспевающий коллектив, вы обязательно должны быть на этом уровне. Вам не надо идти выше, потому что сейчас мы объясним почему. Но вы должны научиться, и умный руководитель должен научиться мнение состыковывать. И вот из всех этих конфликтных ситуаций находить, будем так говорить, рациональное зерно для того, чтобы каждый человек, с одной стороны, имел право на свое мнение, свою открытость. Для этого будет, ну, возможно, такого брейнсторминга, да, то есть вот идей. – Обдумывание. – Обдумывание идей. А с другой стороны, действительно, это, ну, вот как в трудностях компания-то растет. Понимаете? Ну, а давайте посмотрим, достаточно ли, если вот, скажем, два человека – муж и жена – только лишь делиться мнениями. Вот поделились. Ну, нашли какую-то точку соприкосновения, на этом успокоились, дальше возникают. Опять находят какие-то точки соприкосновения, дальше живут. Для мужа и жены этого недостаточно. – Они должны подняться на следующий уровень, который называется «мы делимся своими эмоциями». То есть не только разумный такой подход друг по другу, не на уровне разума, но и на уровне еще вот таких сердечных переживаний. – Когда мы открываем уже свои чувства, свои эмоции, то, что с нами происходит, то, что меня волнует – это очень опасный уровень. – Потому что, например, когда я Миша сказала, вот ты там недуховный, иди в пастор, ты сколько раз говорила, он может взорваться и сказать, молчи, женщина, я вообще считаю, что ты не еврейская жена, она уровень меня. А может, подняться вышли и сказать, знаешь, над ней все им очень больно. – Когда ты такие слова произносишь? – Я себя перестаю чувствовать мужчиной. – И теперь представьте ситуацию какую-то, вот я и сказал об этом, она же теперь знает мою болевую точку. Когда она мне говорит, что я недуховный, я перестаю чувствовать себя мужчиной. Это моя болевая точка. И в следующий раз, когда она захочет меня побольней обидеть, какие слова она произнесет? – Недуховный. – Это не духовный, это не мужчина. – Причем я это еще делаю при всех, понимаете? – Это очень опасный уровень, потому что я приоткрыл свою болевую точку. Но ведь если я ее не приоткрою перед своей женой, или она не откроет свою болевую точку передо мной, я тогда буду колоть в ее больную точку и даже не знать об этом. – Понимаете, мы порой действительно можем что-то, какие-то вещи произносить или делать, не зная, что это очень каждый супруг. – Вот если я колю в эту болевую точку, не зная об этом, я не знаю. Это не моя проблема, это ее проблема. Она не ее не открыла. – Потому что я ее не открыла. – А вот если я начинаю туда колоть, зная, что это ей боль на самом деле, тогда это мой грех. Я это делаю сознательно и специально. И, конечно, нужно какое-то определенное развитие отношений, нужно к этому стремиться, чтобы открываться друг перед другом, вот эти все свои болевые точки, и при этом не боясь. И при этом зная, что если даже человек сделает боль, он это сделает неосознанно. Однажды в прямом эфире был задан вопрос, один мужчина позвонил и говорит, скажите, пожалуйста, а можно ли плакать перед женой? Знаете, я так немножко даже растерялась, и я говорю, знаете, к вам встречный вопрос, а перед кем еще плакать? Как не перед женой? Ну, перед Богом, да. А перед людьми? Перед кем еще из людей можно плакать? – Ну, перед боссом. Пришел в кабинет, поплакал мужа лет. Перед кем еще? Перед соседом, да. – То есть, понимаете, вот это вот сразу вопрос, и просто потом так и сказать, человеку, знаете, нам просто вас жаль, вот, потому что вы задаете такой вопрос. – То есть, вы еще не достигли вот полной открытости друг перед другом, вы стесняетесь, боитесь открыться перед своей женой, а в любви нет страха. Несовершенная любовь, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения. У вас любовь несовершенная еще пока. Вы не открылись перед женой, вы боитесь ее, вы ее стесняетесь. По какой причине вы боитесь перед ней плакать? – Значит, вы боитесь, что она потом вас будет колоть? Значит, действительно, между вами такие еще отношения, что вы не поднялись вот на этот уровень. И действительно, очень жаль, когда прожив долгие-долгие годы, понимаете, у людей вот это вот возникает. Мужчина по-прежнему раздражает слезы его жены, он читает, что она этим манипулирует, она это специально делает, чтобы его достать. И при этом он стесняет и свои слезы. – Ну и, конечно, цель общения мужа и жены, вот Бог предусмотрел цель в общении – это полная открытость друг перед другом. Когда вообще нечего скрывать, ничего не скрывается. – То есть это же может, как назвать, это уже общение не только на уровне там разума, сердца, это и духовная открытость, понимаете, то есть во всем мы открыты друг перед другом. – И часто здесь возникает вопрос, ну а все ли я должен рассказывать своей жене, или все ли надо рассказывать мужу. Ну, например, у меня там на работе полетел этот шпиндель, вот это там, что-то там случилось, и вот надо ли это жене рассказать, вообще загружать ее своими проблемами. И здесь я говорю, вот цель нашего общения – это пятый уровень, полная открытость. И это идеал, конечно, но с другой стороны… – Но если я не понимаю, что этот шпиндель и что-то, где там он полетел и вообще, что там произошло, да? Нет, конечно, Миша мне может это дело рассказать? – Я могу сказать, что там генерал, там такие шаги предпринял, вот так он все построил. – А у меня шпиндель полетел, да? – Это еще не надо знать, но с другой стороны, четвертый уровень общения, он максимально приближает нас к пятому. И поэтому я должен ей сказать, у меня случилось на работе там вот такая-то там несчастье, трагедия или проблема возникла. Почему я сейчас такой? Потому что я ее обдумываю. Это не из-за тебя. Пойми меня правильно. – А часто что происходит? Жребушка приходит домой… – Весь загруженный какой-то идет… – А ну что с тобой? Отстань. – Все нормально. – Не до тебя, подожди пока, да? Раз, он перед ней и закрылся. Да, конечно, и в данный момент мужчине нужно обдумывать. Нам, женщинам тоже надо знать, что нам вдруг не надо. – Но поделись своими эмоциями, скажи… – Мне сейчас плохо. – Мне плохо. Я обдумываю эту проблему. Как ее решить? Ты меня 40 минут не трогай? Однажды даже такой был случай. Я пришел с работы, у меня была какая-то проблема. – Загруженная пришла. – Загруженная пришла. – Загруженная пришла. – Так, Надь, меня там 40 минут не трогай, я пойду обдумаю. Мне надо решиться вопросом, потому что завтра с утра меня будет там генерал донимать. И ушел в спайлю свою. И тут девчонки выбегают наши из детской комнаты. – Ой, папа, папа пришел. – Надя говорит, так, тихо, папа еще не пришел. – А мы же видели. – Это не папа, это его тело. Он еще на работе. – Через 40 минут, говорю, папа придет. – Давайте, ну, детям было понятно. – Но я эмоциями поделился с вами, говорю, знаешь, я переживаю об этом, я думаю сейчас об этом. Ты меня не трогай. Все, для Нади это было вполне достаточно. Это не из-за нее, это проблемы несемейные. Это на работе. Он это обдумает и опять будет в семье. Все будет нормально. И она знает, что я чувствую. Понимаете? Мы должны делиться своими эмоциями. – Вот однажды один мужчина, который там сколько-то раз развелся, сколько у него было женщин. Вот мы с ним расставали. Он говорит, вы знаете, вот я сейчас понял, что нам мужчинам лучше всего завести хорошую собаку. Вместе жены. Прям как в Карл Сене. Там малыш был, а тут мужчина ему, говорите, уже так ему до 50. Мы говорим так, что пришли к такому выводу. Он говорит, ну я прихожу с работы. Вот мне так плохо, так отвратительно. Когда я пришел, она ко мне бросилась, сбросилась, слижется, так хочет. Там нежность от меня. А я ее пинул. И она отошла. И она говорит, что все равно ко мне подойдет. Она все равно меня любит. А жена не так. Конечно, понимаете, это можно расставить двояко. Вот какой жестокий, он пинал там, да. А с другой стороны, понимаете, мне жалко, честно говоря, его стало. Ну не повезло ему с женщинами. Или ему не повезло с самим собой. Не научился. Он так и не научился общаться. Он так и не научился, да. Высказывать свои чувства. Для того, чтобы женщины, с которыми он жил, все-таки увидели его, а не его вот эту вот мужественную оболочку, которую он себя облекал. То есть, исходя из его разговора про собаку, мы поняли, что он, приходя домой, пинал жену и уходил куда-то. Ну как пинал словами, пинал или еще чем-то. Конечно, женщина, ну как? Какая женщина? Женщина хочет быть ближе. Естественно, таким образом. Не доставать тебя это не касается. Как не касается, если живут в одной семье? Как не касается, если это одна плоть? Ну как не касается? Вот эти вот точки представления, конечно. Поэтому еще раз говорю, может быть все вот так вот в деталях о том, что там полупородниковый переход прогорел и теперь необходимо вот этот заменить резистор. И как это будет происходить, не нужно объяснять жене, она не поймет. Или там мужу не нужно объяснять какая-то там вывода, вышивкой, крестиком там или еще чем-то там переплелись. Естественно, ему это не надо. Он все равно ничего не поймет, ему это не надо. Но объясни, что я сейчас чувствую в этот момент. Почему это происходит? Вот у меня проблемы. То есть эмоции нужно поделиться. И вот мы все время говорим, что открытости можно научиться. И вот вы знаете, как раз во время наших семинаров и конференций, вот если вы вчера листали вот эти вот свои пособия, вы наверное обратите внимание, что вот в конце пособий, начиная, по-моему, с тридцатой или с двадцать девятой страницы, посмотрите, с двадцать девятой, по-моему, у вас. Идут так называемые проекты, видите, да? То есть по каждой теме, как мы проводим семинары и конференции. То есть мы читаем лекцию, а потом после каждой лекции… Упруги выполняют вот эти вот задания. То есть у нас между лекцией впервые где-то двадцать минут или полчаса. И это возможность научиться друг перед другом открываться. То есть наши задачи… Что я думаю по этому поводу? Что я думаю по такому поводу? А как я ответил бы на этот вопрос? То есть по каждой лекции там есть вот такой проект. Причем мы с супругом говорим, проекты сдавать не надо никому. Вы их делаете, обсуждаете и оставляете у себя. Хотите что-то спросить – подходите, не бойтесь. Но сдавать их не надо, оценку за них не ставят. Но будьте открыты друг перед другом. То есть почему мы так говорим? Будьте максимально честны и открыты друг перед другом. Учитесь открываться. Вот вы знаете, многие нам уже подходили, говорили… Да мы и сами знаем, мы сами были на подобной конференции, выполняются проекты. Лекции – это… Информацию выдали… Просто информация. А вот когда люди… О, что-то новенькое, интересно, да, может пригодится. А вот когда люди уже начинают применять это, вот эти проекты, они, знаете, имеют весь остальной процент успешности любой конференции, любого семинара. И вот вам на будущее, если вы будете проводить какие-то подобные семинары, неважно с кем, с супругом, с молодежью, постарайтесь сразу же после… Какую-то самостоятельную работу будут смотреть. Итак, значит, теперь идем дальше. Итак, для того, чтобы учиться открываться друг перед другом, нужно, во-первых, уметь слушать. Умение слушать – это очень важный компонент открытости. Вообще, посмотрите на своего соседа друг на друга, посмотрите. У нас два уха и один рот. Ни у кого не наоборот. Все правильно. Это говорит… Рот широкий. Хорошо. Да, но в любом случае, Бог нам специально этот символ оставил, два уха и один рот, чтобы мы в два раза больше слушали и в два раза меньше говорили. А что у нас часто бывает? Часто есть такие, ну, есть три болезни слушания, так мы называем, или три проблематичных слушания, проблемных слушания вот они называются. Значит, первое проблемное слушание под названием точность. Когда мы пытаемся уточнить то, что нам говорят. Ну, например, мы ездили в отпуск отдыхать там с друзьями на машинах или там на какой-то, допустим, уикенд уехали на выходные дни. И вот мы приехали и я, в присутствии, значит, своей жены, своим там соседу, например, рассказываю, как это было здорово, что мы там в восемь утра проснулись… Миш, Миш, так я говорю, было в восемь утра. В восемь утра мы уже выехали, мы проснулись не в восемь утра, а в 15 минут восьмого, так, сейчас, по-моему, на будильнике так стоят. Мы проснулись в 15 минут восьмого. Сели на машины и… Нет, не на машины, Миш, ну, ты все путаешь. У нас были не машины, у нас была одна машина, а один микроавтобус – это не машина. Ну какой здесь машина? Машина от машины, я так понимаю. А это микроавтобус был. Мы проснулись в 7.15. Сели на машину, в микроавтобус. И поехали в сторону северного части города. Опять ты все путаешь? Нет. Мы поехали как раз через западную часть, потому что там надо было забрать наших друзей. Помнишь там Иванова-то? Она машина сломалась, мы их в микроавтобус посадили. Я буду потом при ней что-нибудь рассказывать? Сознается впечатление, что я слушаю. А на самом деле она что делает? Показывает себя. Она лучше знает. Посмотрите, за кем я замужем. Ну все. Что бы он делал без меня, любимый? Это первая проблема. Точности. Вторая проблема – это перекрестный допрос. Или просто допрос можно назвать. Когда мы начинаем допрашивать. Опять показываем себя. Вот, скажем, возвращаюсь я домой. Мы с учениками, я работаю в школе, есть или там за город. Вот я возвращаюсь, такая вся восторженная, блин, что-то представляешь. Мы выехали завтра, да, а потом возвращаемся в город. И вот проезжаем до ним. Знаешь, что у нас там лес вот, в городе подходит? Ну, это вот как раз так, с юга так вот он… Да-да-да, вот там вот там. Там еще завод стоит. Да, и там еще дача там есть, правда, вот перед заводом. И вот, знаешь, вот перед самым заводом, я смотрю, вот мы все просто, вот знаете, в наши восторги были. Из леса выходят три лося. Подожди, подожди. Лоси – это были лось и две лосихи или три лоси? Потому что лоси не ходят, мужики-то по трое. Миш, я не знаю. Подожди, это наверняка была лосиха. Как у вас там лошадь? Одна из них наверняка была лоси, две лосихи, потому что… Миш, я не знаю, но… Ты что, не знаешь, чем отвечать лоси от лосихи? Нет, она детей учит в школе. Она не знаешь, чем отвечать лоси от лосихи. Вот скажите, а потом будешь не делиться своим романтическим поджиманием? Чувствуете? Вот он. Вот этот вот слушанный допрос, где мы опять себя показываем. И третий такой проблемный с слушанами – это угадывание. Когда мы пытаемся угадать, человек еще не сказал, он только начал фразу, а мы уже знаем, что он нам хочет сказать. Да я знаю их много. Ну, например, возвращаюсь я домой и говорю, знаешь, Надя, я сегодня сошел не как обычно в своей остановке. Ага, я все понимаю, можешь не продолжать, да, что опять не купил хлеб. Нет, я хлеб купил, просто я увидел Сергея, который… Поняла, все, можешь даже не продолжать. Ты опять в эти выходные сидишь с вами, Сергей, поедешь на рыбалку, а я буду одна. Нет, 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 подожди, это другой Сергей, помнишь, они к нам в гости приходили с женой, которую… Поняла. Это вот у которого жена вот родила третьего ребенка, да, вот недавно совсем. У нее еще были какие-то проблемы, а потом такой малыш хороший, вы сейчас не в гости ходили тогда, да? Нет. Это другой Сергей. Они переехали, вот раньше жили мы… Все, 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 все. Это вот они жили в маленькой квартирке, а сейчас у них… Ну, все понятно, да, вот эти вот три особо встречающихся проблемных слушания. И в притчах есть ответ, кто дает ответ, не выслушав, тот вглубь… Выстыкли. Кроме того, еще есть так называемые закрытые слушания, когда мы закрываемся, нам говорят какие-то неприятные вещи, и мы… нам это неприятно слушать, и мы закрываемся. Говори, что хочешь, а я тебя не слушаю. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. И следующее – это умение говорить. То есть, вот мы уже приводили пример, переверни кассету. Нужно правильно выражать свои эмоции, свои чувства, вербализовать их, так как называется научным языком. То есть выразить то, что ты на самом деле хочешь сказать. Вот это вот очень важно. Вот именно то, что хочешь сказать, то и скажи. А не… пусть не будет так, что мысли одни, а произносят совершенно другое. Вот просто однажды тоже был такой случай. Были у нас гости, все разошлись, а тут, значит, дети маленькие. Вот я, значит, их укладываю в патья. Я говорю, Миша, бери, пожалуйста, тарелки. А сама, значит, детьми занимаюсь. Я все это сделал, пошел опять за компьютер, сел, включил, пишу, значит, там, работу свою. 15 проходит или 20, Надя врывается, значит, на спальню, где компьютер стоит. И говорит, я тебя просила, неужели тебе тяжело помочь? Что это такое? Я врываюсь разъяренная. Ну, я уж смягчил так, разъяренная вылетает там. Да как так можно, вот тебя ни о чем попросить нельзя. Я говорю, подожди, я все сделал. Ничего ты не сделал, вообще я все должна все по дому одна делать. Я ее беру за руку, так. Говорю, пошли, приходим в комнату. Я говорю, вот скажи, хоть одна тарелка на столе есть? Я говорю, а чашки? А ложки? А со стола вытереть? Ты меня просил тарелки убрать. Я убрал. Как-то я тебе сказала, убери тарелки. Ну, я-то что имела в виду? Всю посуду убери, пожалуйста, чтобы мне уже с этим не возиться. Но я этого не произнесла. Однажды я Мишу попросила, тоже, если она была занята, надо было срочно убегать. Я говорю, Миш, ты, пожалуйста, тут вот мы поедем, как раз, вы на кухне приберись. И мой муж застрял на этой кухне на полтора часа. Я думаю, что он там так долго делает? Я, по-моему, куда-то ушла, возвращаюсь, он все на кухне возится. Я захожу, а там, знаете, дым коромысло, что называется. Вот он, значит, и ворчит, главное, пересыпает, значит, с баночки, где гречка, пересыпает туда. Ну, это вообще кошмар. Написано рис, лежит гречка. Написано сахар, лежит мука. Ну, это же бардак. Я говорю, Миша, это моя вотчина, моя вотчина. У меня вот где лежит, там лежит. Ничего не трогай. Я знаю, что вот где манк, там лежит. Подожди, ты сказала, уберись на кухне. И он убирается. Больше я этого не прошу, понимаете? Я потом уже начинаю говорить, как он говорит, Миш, вот помой-ка, пожалуйста, посуду. И только ту, что в раковине. Потому что, если я еще и ту пальцем в раковине, начну перемывать все, что стоит у нас в шкафах. Понимаете? Ну, то есть, я... Вот эти вещи просто тоже четко нужно для себя понять. Давайте говорить то, что мы действительно имеем в виду. Да, ничего, чтобы вот не было оставлено. Ну, вот, знаете, женщина жалуется часто, очень жалуется часто. Женщина говорит, вот дома сижу, или там прихожу домой с работы, так плохо на душе, так хочется, чтобы муж подошел, обнял. А он, как бука, ходит, даже не подойдет ко мне, да? Я говорю, подождите. Ну, вы сами подойдите, скажите. Муж, обними меня. Сядьте со мной, пожалуйста, на диванчик. Выключите мой телефончик. Выключи, выключи. Поцелуй меня вот сюда. И теперь же сюда. Давай, три минутки со мной посиди, ладно? За все, удачи. И женщины на это говорят. А почему я меня должна выпрашивать? А где вы выпрашиваете? Вообще-то, вы одна плоти. Но мы вот будем сейчас говорить, вот на интимных отношениях, когда мы будем... Что это такое? Да. Что вообще тело тебе полностью принадлежит. И если тебе хочется от этого тела получить ласку, нежность, чтобы оно посидело рядом с тобой, чтобы твой муж посидел рядом с тобой, ты имеешь в виду, что это полная пронава. И выпрашивать, как это, выпрашивать то, что тебе принадлежит. Ты просто берешь то, что тебе принадлежит. Все элементарно. И я потом ей говорю, я говорю, больше чем уверена, что где-то дня два-три назад было следующее. Я говорю, ты там его пасут, чем-то занималась. Муж подошел, чмокнул тебя там, погладил. Уйди. Нет, как это, видишь, я занимаюсь. Она. Откуда вы знаете, что это было? Я говорю, я могу просто догадываться. Он сейчас бедный, даже подойти боится. Опять крыкнетит. Опять разметитесь. И опять уйдете, да, не знаю куда. То есть, знаете, логики вообще никакой нет. Значит, оттолкнуть от себя, фыкнуть, имеют право. А вот попросить ласку, не имеют права, унижают. Понимаете? То есть, вот мы женщины совершенно нелогичны в этом. Нет, логики точно никакой нет. Ну, в общем-то... Между полушариями болтаются. Мужчины тоже логичны. Когда убирают только тарелки, но ни чашки, ни ложки. Почему? Да логично сказали брать тарелки. Брали тарелки. Ну да. А вот. Поэтому, в общем, понимаете, нам действительно важно. Уметь выражать свои чувства, свои эмоции. Да. Правильно их произносить слух. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok